Что ждет женщин в Афганистане при правлении движения «Талибан»? Это один из главных вопросов, которым сейчас задаются абсолютно все. От политиков до самих жительниц этой страны. Сегодня в Германию прибыл борт с немецкими гражданами, которые взяли с собой из Афганистана исключительно женщин и девочек. Всего 200 человек. Но как быть другим? Беженец из Афганистана, он просит не называть своего имени, не спит уже четвертую ночь. В Кабуле у него осталась жена и 10-месячная дочь. Связи с семьей нет, в стране с перебоями работает интернет. А сам мужчина говорит, что приехал в Москву под видом болельщика на Евро-2020 и остался в России. Должна была приехать и супруга с дочкой, и с сестрами, но им не разрешили подняться на борт самолета. Теперь он не уверен, что они останутся в живых. Каждый день думаю о семье и пытаюсь найти какой-то способ вытащить их оттуда, потому что там остались четыре женщины одни. Талибан не позволит женщинам ходить без мужчины. Они не могут даже выйти наружу. Это такая сложная проблема, вы не представляете. Их могут убить. После захвата власти в Афганистане талибами, женщины во многих провинциях надели паранжу из-за страха, что их убьют. Некоторые уволились с работы. Талибан правил страной с 1996 по 2001 годы, трактуя законы шариатов с собственной драконовской интерпретацией. По данным Amnesty International, в 1996 году женщине в Кабуле отрезали конец большого пальца только из-за того, что она использовала лак для ногтей. Представительниц, обвиненных в супружеской неверности, забивали камнями до смерти. Мы помним, как мы жили в страхе, как мы можем так быстро поверить им. Они убивали наших женщин, и им тяжелее всего придется. 15 лет назад девочки старше 10 лет, и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Женщинам нужно было носить бурку, одеяние, покрывающее все тело, с головы до пят. Контролировали поведение женщин сотрудники Министерства по пропаганде добродетелей и предотвращению порока. Они разъезжали по стране на пикапах и публично унижали и хлистали плетками женщин, которые нарушали правила. Сейчас талибы уверяют, что в этот раз будет все по-другому. Но в это никто не верит. Наталья Раим, Информбюро. Наталья Раим, Информбюро. Информбюро.